МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот комфортабельный электропоезд отбывает со станции Адлер. Через 27 минут он доставит пассажиров в горы. К олимпийским объектам в Красной Поляне. За это время поезд оставит позади 48 километров железной дороги, находящейся сейчас в фазе проектировки. Тем не менее, уже сегодня мы можем представить, как будет выглядеть эта дорога в 2013 году. Город Адлер расположен на правом берегу реки Мзинте и соединяется с Эмеретинской долиной мостом. Именно в этом месте будет построена развязка с двумя новыми мостами через реку, позволяющая поездам и автомобилям с обоих берегов выезжать на маршрут, ведущий к олимпийским объектам. Этот маршрут включает в себя железнодорожное полотно и автомобильную трассу протяженностью 48 километров, идущие преимущественно по левому берегу реки Мзинте. Движение организовано по однопутным и двухпутным участкам пути, а позиционирование поездов осуществляется при помощи спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. Идущие параллельно новые железнодорожные и автомобильные дороги максимально эффективно используют условия природного ландшафта, а движение вдоль реки реализовано при помощи эстакад, мостов, насыпей и тоннелей. Курсирующие по данному маршруту поезда спроектированы по специальному заказу. Это надежный и комфортабельный транспорт, развивающий скорость до 160 километров в час. Первый тоннельный комплекс находится за 15-м километром трассы и позволяет избежать повторения траектории реки, делающей в этом месте петлю. Протяженность тоннелей около 2,5 километров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В этом месте автомобильные и железные дороги проходят максимально близко друг к другу, по левому берегу реки Мзымта. Перед 23-м километром железной дороги предусмотрен мысовой тоннель длиной 117 метров, в то время как автодорога огибает этот мыс и переходит на правый берег. Самый длинный, третий тоннельный комплекс расположен на участке с 23-го по 28-й километры и включает в себя автомобильный и железнодорожный тоннели длиной более 4-х километров каждый. На сегодняшний день существует лишь автомобильная дорога на правом берегу. Совершенно очевидно, что ее недостаточно для обеспечения необходимой пропускной способности в период проведения Олимпийских игр. Для уменьшения стеснения естественного течения реки железная дорога на этом участке спроектирована преимущественно на эстакадах и насыпях. В местах, где автодорога проходит на минимальном расстоянии от железной дороги, вдоль полотна установлены специальные защитные экраны, предотвращающие возможное ослепление водителями. На остальных важных участках трассы также установлены шумопонижающие экранирующие поверхности. 36-й километр железной дороги проходит под горным мысом через четвертый тоннельный комплекс протяженностью 450 метров. Минуя гидроэлектростанцию, трасса уходит в направлении пятого тоннельного комплекса, расположенного на 39-м километре. Его общая протяженность составляет чуть меньше трех километров. На 43-м километре поезд останавливается на промежуточной станции Эстасадок. Пассажиры, прибывшие сюда на поезде или автобусе, могут проследовать комплексу трамплинов или доехать на автобусе до прочих олимпийских объектов в этой горной зоне. Затем трасса следует к последнему, шестому тоннельному комплексу, расположенному на 45-м километре трассы. Его протяженность 425 метров. Тоннель выводит дорогу к конечной точке маршрута – станции Альпика-сервис, откуда пассажиры могут отправиться к Санно-Бобслийному комплексу и Медиа-деревне или доехать на автобусе до прочих олимпийских объектов в этой горной зоне. Российские железные дороги уже начали строительство. Окончание работ намечено на 2013 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова